4 июля в США отмечали День независимости. Его всегда празднуют с размахом, люди собираются на пикники, а в завершении тут и там в небо запускают фейерверки. В нашей стране при поддержке американского посольства футбольный клуб «Сентинелс» решил отметить этот праздник по-своему. Да, мы сегодня собрались с нашими друзьями из «Сентинелс», из посольства Соединенных Штатов Америки. Сегодня 4 июля, День независимости США, поэтому мы решили отпраздновать его такой дружеской игрой во флаг футбол. Любой желающий мог прийти и бесплатно поближе познакомиться с этим азартным видом спорта. И когда мы говорим «любой», именно это мы имеем в виду. Дарил Хейс, тренер по американскому футболу, приглашенный к нам из Штатов, уверяет, что на поле место найдется каждому. Для игры в американский футбол вы можете быть любой комплекцией. Для сравнения, в европейском футболе требуются стройные и быстрые игроки. В американском же футболе вы можете быть крупным, обычным, невысоким и даже медлительным. Абсолютно все могут в него играть. Американский футбол не имеет абсолютно ничего общего с европейским. Это одна из самых сложных игр в мире, и объяснить правила за время сюжета просто невозможно. Однако отметим, что это командный вид спорта. Цель игры — продвигать мяч в сторону зачетной зоны на стороне поля соперника и зарабатывать очки. Мяч можно нести в руках, бросать и передавать товарищам по команде. Если вы хотите узнать больше об этой игре или даже стать частью молдавской сборной, никаких проблем. «Сентинелс» обещают гостеприимный прием. Самый простой способ — это найти нас в фейсбуке «Сентинелс Кишинел». Мы единственные, как бы очень легко нас найти и связаться. Мы очень отзывчивы ко всем, кто хочет прийти на тренировку, попробовать или просто посмотреть, пообщаться с нами. Будем рады любому фидбэку. На данный момент мы, наверное, ориентируемся на 15+. Но, в принципе, в будущем хотелось бы нам и детские команды тоже, чтобы у нас были в Молдове. В США мой сын начал заниматься футболом с четырех лет. И играть вы можете до тех пор, пока сами не расхотите. Дэрил Хейс прибыл в Молдову по приглашению посольства США с целью популяризации американского футбола. В течение недели тренер с более чем 15-летним стажем как в школьных, так и в университетских командах делился опытом с нашей командой и дал свою оценку их достижениям. «Сентинелс» в течение недели, когда я их тренировал, стали намного лучше. Теперь они стремятся выйти на уровень команд европейских стран. И если они будут так же упорно трудиться, то у них обязательно все получится. Американский футбол – это хороший пример того, что если вы сами не создаёте себе ограничений, предела к вашим возможностям просто не существует.